Сегодня второй, основной день российского инвестиционного форума в Сочи стал невероятно насыщенным. Известно, что такие площадки позволяют многим заинтересованным не только найти себе потенциальных партнеров по бизнесу, но и довести очень быстро свои предложения до руководства страны и членов правительства. Сегодняшний день не стал исключением, и традиционный обход стендов регионов Дмитрием Медведевым завершился приглашением премьер-министра приехать на КАМАЗ. Рустам Мениханов начал свой рассказ об успешных проектах Татарстана, в частности в машиностроении, по изготовлению нового двигателя и общей цифровизации производства на татарстанском автогиганте. Но главный акцент президента Татарстана сделан на развитие нефтяного отрасли, завода Танека и Нижнекамскнефтехима. Этилен-600, это на 600 тысяч тонн, это и полиэтилен будет, и полипропилен, и все остальное. Это практически в два раза увеличить объемы производства полимеров на Нижнекамскнефтехиме. Полимеры это очень важно, потому что у нас не хватает. Сегодня это очень востребованно. И именно тут сегодня подписали соглашение о сотрудничестве фирмы из Нижнекамска и Ростовского правительства. Подписи под еще одним документом. О взаимодействии сегодня поставили сразу несколько губернаторов. Речь идет о создании межрегионального промышленного кластера «Композит без границ», который объединит Татарстан, Московскую и Саратовскую области. По планам это соглашение даст толчок развитию профильного рынка композитов. А в регионах, участниках соглашения, появятся новые рабочие места. Ну а общую для страны стратегию развития региональной инвестиционной привлекательности до 2025 года обсуждают уже на основной пленарной сессии форума. В частности, сегодня здесь прозвучало предложение внедрить систему «Умный город» в Нижнекамске и Набережных Челнах. То есть перевести городское хозяйство целиком на современные рельсы. Рустам Мениханов дал поручение проработать этот вопрос. А в эти минуты еще продолжается рабочая встреча делегации республики с представителями Италии. Дина Газалиева, ТНВ, Сочи, Краснодарский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова